Студия Аркей на данный момент является одной из немногих выцелевших, способных еще хоть на что-то качественное и интересное. В наше время это удивительное явление, такие студии можно по пальцам одной руки пересчитать. Начало своего восхождения с Аркс Фаталис, богоподобной, не побоюсь этого слова, игры, моей самой любимой игры в принципе, одной из первых, они по сей день создают интересные проекты. Про Аркс я расскажу как-нибудь позже, сейчас же хочу напомнить вам о втором их проекте, Dark Messiah of Map and Magic, об игре, которой до звания шедевр не хватило совсем немного. Вообще я сам удивлен, что включил эту игру в список данной рубрики, еще лет 10 назад я бы так точно не сделал. Все потому, что, как я уже говорил, темный миссии это действительно очень крепкий проект, интересный, но он далек от идеала и множественные огрехи часто дают о себе знать. Жанр игры определяется как экшен, и в принципе-то он и есть, однако к экшену прикрутили элементы ролевой игры, хотя, зная историю создания проекта, скорее всего, это к ролевой системе прикрутили экшен. Но в итоге получилось так, что как раз-таки сам экшен в игре бесподобен, даже спустя 14 лет. А вот ролевая система уже не такая гибкая, и иногда кажется, что она приклеена как-то наскоро. И тем не менее, она является одним из решающих факторов погружения в процесс. Вселенная Героев Меча и Магии долго простаивала, пока, наконец, не увидела свет пятая часть. Это был смелый шаг, и смелость была вознаграждена, игра заслуженно выстрелила. Однако по сюжету, и сейчас будет спойлер, внимание, леди Изабель была насильно поймана и оприходована повелителем демонов Кабелехом, или Кабелетом, в зависимости от перевода. Последнее больше ему подходит, потому что созвучно с Кабелем. В общем, этот Кабель решил исполнить пророчество, по которому его сын должен стать темным миссией. Звучит-то как темный миссия. На самом деле, функция этого миссии лишь в том, чтобы освободить папку, которую уже всем покажет. Уж не знаю, кому он что там покажет. Я понимаю, что события пятых героев выглядят камерными лишь из-за стилистики игры, а на самом-то деле там четыре сплоченных армии сражались против него одного одновременно, но в итоге же все-таки победили. Впрочем, ладно, я к чему веду. Сюжет игры «Темный миссия» лежит на поверхности для любого, кто играл и прошел пятых героев. Для любого, кто в принципе умеет читать по-английски. Однако, по какой-то причине, разработчики искренне пытаются держать интригу серьезным лицом. Это просто прелестно. Начинается событие спустя 20 лет после окончания основной кампании пятых героев. Ну то бишь, сыну Изабель как раз-таки стукнуло 20 лет. Он ученик мага Минилага, и в качестве испытания он должен добыть кристалл из древнего храма. Так начинается пролог, где нас учат, как играть и кого бить. И тут же в глаза бросается движок. Да, это сорс. А значит что? А значит, пусть местами и смешно багующе, но все же по возможности честная и классно сделанная физика с нетерпением ждет нас впереди. Неважно, что делает персонаж. Пинает противника, разит его магией или режет. Все это сделано серьезным выползновением на физический реализм. Ведь получается же, доски ломаются, загораются, в том числе ломаются об голову, ведь можно схватить любой предмет и метнуть во врага. Можно взять кушин с маслом и облить противника, а затем он пройдет рядом с костром и загорится, или самому его поджечь огненной стрелой или магией. Можно насадить его на колья, обильно разбросанной по всем уровням. Честно говоря, так обильно, что порой это вызывает усмешку. Даже там, где, казалось бы, разумные существа уже вообще лет сто не ходят, вы найдете колья, много кольев и всегда с трием вверх. Понятно, что это сделано для удобства и для зрелищности. А ведь это и правда зрелищно. Очень реалистичный адреналиново поставленный бой, мечи скрещиваются, и вот пинок противник уже повис на шипах. Огонь честно поджигает, на ледяной поверхности честно подскальзываешься, точнее враг подскальзывается. Ты же честно раскачиваешься на веревках, конструкции обрушиваются на головы гадов, и это только то, что ты увидишь в прологе. Впереди еще море интересного, и игра действительно не сбавляет темп до самого финала. Достав кристалл, мы отправляемся в город Стоунхельм, где проживает маг Менелаг. Дабы не скучать, учитель подсаживает нам в голову Суккуба по имени Занна, которая, как и положено Суккубу, открыто флиртует с персонажем у него в голове. А дабы создать любовный треугольник, нас в Стоунхельме знакомят с Линной, дочерью Менелага. Треугольник есть, но чего-то не хватает. Да, врага. Врагом назначается, именно назначается, Некромант Арантир. На самом деле, очень интересный персонаж, который является антагонистом, но уж точно не является злодеем. Уже на подходе к городу он атакует его, и первое же, что нам приходится делать, обороняться и бороть циклопы нежить, после чего нам дают такую редкую в игре передышку, когда можно просто походить по мирному пока еще городу, послушать диалоги персонажей, спуститься в бар, поймать себя на сильном дежавю. Поклонники Аркс Фаталис не раз икнут, бродя по заковулкам игры. Впрочем, поклонники Аркс Фаталис и так знают, что Аркейн Студиус изначально задумывала Дарк Мессай как продолжение Аркса, но потом планы изменились. Планы поменялись, как говорится, а граноработок осталось. Любой щит, меч можно снять от стены и использовать виды наши руки, ноги, почерк узнается моментально. А главное, атмосфера, которую все эти наработки создают. Беседы персонажей, дизайн уровней и общее настроение игры. Да чего уж там, нежить в мессии и калька с нежити Аркса. Как по духу, так и по внешнему виду. И это ни разу не недостаток, это скорее плюс, потому что страшнейшая гробница в играх и страшнейшая нежить, она именно в Арксе. Однако, все-таки это не Аркс, поэтому атмосфера неидентична. Это неплохо сама по себе, но просто игра никак не может понять, она то ли подражатель Фаталиса, то ли подражатель героев, то ли нечто самобытное. И такое вот расстройство личности негативно влияет на проект. То мы чувствуем себя амшигаром, то вдруг нам представляют или намекают на персонажа или события из пятых героев. При том, что забавно, хоть действие игры разворачивается в этой самой вселенной, меньше всего она содержит в себе ее духа. Ну, наверное, потому что перенести пошаговую стратегию с ее условностями в рамки мрачного боевика довольно непросто. То есть трудно упрекать за это разработчиков, но в итоге приставка с названием Of Might and Magic лишь изредка намекает и себе посредством названия таких имен, как Асха, Орансир, Хабелех. И игрок такой, а, что? А, да-да-да-да, Might and Magic, да-да-да. И снова мгновенно забывает о том, где находится. Это один из самых серьезных недостатков. Не все понимают, но именно он является одним из тех немногих элементов, не дающих игре перепрыгнуть отметку. Гениально. Лишь к концу игры чуть-чуть начинает ощущаться атмосфера героев. Это не дело. Второй такой стоп-элемент тупой сюжета. Я без зазрения совести его спойлерю по той причине, что он туп и прямолинейен. Видите ли, только не удивляйтесь, наш протагонист Саров — это и есть тот самый Темный Мессия. Вау! В игре с названием Темный Мессия мы оказываемся Темным Мессией! Ух ты! Персонаж, которому демонолог подсадил в голову демона, чей знакомый постоянно намекает на общих хозяев, у которого видение о демонах, которому антагонист постоянно в лицо кидает слово «Отродье», вдруг оказывается, о боже мой, демоном-полукровкой. И ладно бы все это было завязано только на этом. Ну то есть, да, мы поняли, что он демон. Ладно, мы не играли в Пятых Героев, мы не смотрели на обложку игры, хорошо. Но уже после первого намека, после пролога мы понимаем, кто мы. Господи, Аркейн, да вы же уже использовали этот прием в Аркс Фаталис. Ой, нужно найти Стража. Опачки, да я же есть тот самый Страж. Вот тебе на, ну кто бы мог подумать. И вот опять та же картина. Занна уже устала от намеков на то, что ты супер-демон, блин. По-моему, уже все в игре это поняли. Это поняла Линна, это понял Орантир, это поняли орки, мимо которых ты проходил. И только Саров, непосредственно у младенца в середине игры, превратившись в демона, искренне удивляется. Ой, да неужели, да как же так-то? Да действительно, как же так вышло-то, а? Именно поэтому сценарии и сюжет игры дебильные. Потому что игрока тут держат за дебила. И потому что протагонист ведет себя как дебил. Еще и страдающий юношеским токсикозом. Слева суккуб, справа девушка. Куда податься? Подстекает салба. Господи! Вот он и ходит, то дом судом, выполняет поручения то одной бабы, то другой. Симулятор Куколда, ей богу. Плюс еще локализация постаралась. Подарив отличную озвучку Занне, которая часто из-за бага сбрасывается на немецкую, что добавляет пикантность ее речам. Подарив отличную озвучку Орантиру, неплохо озвучив орков, магов, учителей, через жопу озвучив Лину, они просто наипоганнейше озвучили Сарафа. И что забавно, ему этот голос подходит, создается впечатление полнейшего дурня. Да, учитель! А, Линна? То есть, я хотел сказать... Или... Что? Мой отец был могучим магом? Я прибыл к лорду Минилагу по поручению учителя Фенрига. Вы должно быть Сареф? Я очень волновалась за вас. Возможно, напрасно. Дядя сказал, вы помогли убить циклопа. Простите, я Линна, ученица и племянница Минилага. Ничто. Шилерен? Сам голос неплохой, и он отлично подходит такому персонажу. В вакууме. Ну куда смотрел звукорежиссер? Почему он не бил палкой актера за такое мерзкое переигрывание? Ну и, в принципе, локализация на самом деле подкачала. Фенрик озвучивается то голосом репетура, то голосом капитана Прайса. Зана то по-русски шпрехает, то по-немецки. Правда, это уже баг, но все равно выглядит это, знаете, так сюрреалистично. Особенно, когда Саров разговаривает с ней по-русски, голосом обдолбанного, а та ему отвечает по-немецки. Если вы еще не поняли, сейчас я описал минусы игры. Да, все два. Давайте еще про третий расскажу и закрою тему. А третий, на самом деле, не такой уж и серьезный. Это та самая система развития, пришитая белыми нитками к отличному экшену. Вот, то есть, спасибо Аркейнам за то, что хотя бы в теории они хотели добавить в новый Фаталис усложненную боевку. Однако, что показывает Темный Мессия? А то, что бой показан отлично. Причем, заметьте, все три стиля. Обычно же, как бывает, есть класс Воин, и под него уже делается вся игра. А, так, что-то у нас еще есть Мак и Вор? Ну, они же вроде как умные, ловкие, вот и пусть выкручиваются сами. Игры просто не оптимизируют подпрохождение альтернативным классом. Отличный пример тому Dark Souls. Там магия где-то просто дисбалансно сильна и позволяет уничтожать врагов и боссов пачками. А где-то, например, в ПВП она беспомощна и бесполезна. Если ты просто попал во врага хоть раз, это уже твоя маленькая победа. Dark Messiah сумел обойтись без подобной дискриминации. Если Воин, это, собственно, Воин, который орудует разными клинками и, по желанию, луками и щитами, то Мак, например, это не еще один Воин, у которого вместо меча и щита посох. Нет, это полноценный класс. То есть вот тот же посох. Убить им кого-то большая проблема. Разве что добить лежащего противника. Хотя на высоком уровне сложности добивающий удар посохом не убивает. Впрочем, на этом уровне сложности добивающий удар в принципе не гарантирует смерть врага. Это ладно. Но зато, если рассчитать удары медленно, но уверенно замахнуться, можно так вдарить этой палкой, что даже отряд из трех-четырех человек за раз реально уронить. А вот на валяющихся уже обрушить магию, который тут немалый, который тоже имеет различные свойства. Ассасин же крадется в тенях, как и положено, нагло пользуясь честным стелсом и любезно расставленными обходными путями и лазейками. Для ассасина тут, кстати, вообще раздолье поболее, чем для других его коллег. Есть двери, которые может вскрыть только он, и плюс игра сама по себе очень темная, полно контрастных мест. 70% игры это темень, которая разгоняет только магическое зрение и редкие источники света. И не дай бог, у вас какой-нибудь хороший монитор с HDR эффектом. И вот для каждой ветки есть свои навыки. Однако плохо то, что очень трудно придерживаться своей линейки при прокачке персонажа, и тебя уже по нужде постоянно тянет в воинскую стезю. Впрочем, повторюсь, это не такой уж серьезный недостаток. При таком интересном подходе к игровому процессу на него и внимания-то обращать не хочется. Просто тем же магам и ворам по-нормальному развернуться получится только на второй стадии игры. Ну, а видимо, это и есть тот самый отогреш роли. В защиту этой системы должен сказать, что она именно что система трех классов. Нет такого, что к концу игры ты прокачал совершенно все и стал универсалом. Нет, ты можешь быть либо профессионалом в чем-то одном, либо посредственностью во всем. Впрочем, даже играя такой вот посредственностью, вполне реально пройти игру, ну, по крайней мере, на обычном уровне сложности уж точно. А вот на максимальный, наверное, все-таки придется применять все свои навыки. И это уже плюсы игры. Лупить врага мечом по балде и прикрываться от него щитом, что может быть примитивнее, казалось бы. Где мы этого еще не видели? Не так уж это весело. Если придерживаетесь этой мысли, сыграйте в темного мессию, удивитесь. Бои тут настолько неадреналиненные, что диву даешься. Помогает в этом, разумеется, и физическая система, и система адреналина, шкала по заполнению которой можно хорошенько вдарить, разоружить, проколоть и так далее. Ну и богатырский пинок тоже помогает. Проколе вы уже в курсе, но часто также можно закончить бой досрочно, столкнув врага в огонь или пропасть. Оружие всегда одно на каждый класс. Плюс луки еще. Ну а мы будем находить все новые и новые образцы, и благодаря этому усиливать себя и получать новые бонусы. Один меч вампирит, наверняка намек на шанту. Помните о шанту? Нет, не помните? Позор вам. Другой меч проклинает, третий поджигает и так далее. Ну, я сказал, так далее, на самом деле я сейчас дал почти исчерпывающий список. Да, разновидностей немного, но так игра не особо-то долгая. Скучно не будет, господа войны. Маги тоже могут привстать. Боевые заклятия реально боевые. То есть, если вы промазали и огненный шар рванул рядом с врагом, не переживайте. Взрывная волна все равно его откинет. Скорее всего, даже в пропасть. Враг стоит в один, так сжахните его электричеством. Господи, как мало игр используют эту идею. Хотя, казалось бы. Да и 14 лет уже прошло, но отпадишь ты. А тут это есть. Управляемая стрела? Есть. Управляемый огненный шар? Есть. Огнемет? Есть. Щит, чтобы никакая падла тебя не коснулась. А падла тут, кстати, на любой вкус и цвет. Тоже есть. Ману все это жрет, как не в себя. Но вот тебе волшебная дубина. Один удар ей в глаз, и ты вампиришь тяжую ману. Прелесть. Ассасины. Тенца де нахт. Че приуныли? Для вас, как я уже сказал, честный стелс. Изначально спрятаться от кого-нибудь будет тяжко. Но дайте лишь время, и все. Снимай штаны, кричи по лундра. Подкрасться к врагу и со спины всадить в кинжал в шею. Разумеется. Или спнуть кого-нибудь в пропасть. Или полить маслом и отправить в огонь. Или просто спереть ключ и улизнуть. Чем не вариант. А если станет жарко, то можно очень резво отмахиваться двумя клинками. Враги, от которых придется отмахиваться, тоже сделаны с любовью. С любовью к вашей пятой точке и к вашей тушке. Ох, с какой же любовью они вас разрубят на части, сожгут, отравят или загрызут. Все они по традиции имеют как свои уязвимости, так и сильные стороны. Например, орки. Отличные воины, выносливые, защищенные от огня. Зато вот молнии их слабость. И не нужно думать, что тут может развернуться только маг. У воинов и ассасинов на выбор есть оружие, соответствующий силой. Я уже говорил, что с балансом тут все замечательно. Ну и само разнообразие почти не страдает. Почти, потому что все же стражников довольно-таки много. Это такой рыцарь в доспехах. Они попадаются часто за игру, но нужно дать им должное только на отведенных им локациях. А еще они подозрительно похожи на добрых стражников Стоунхельма, которые тоже там же попадаются. Получается слишком много их на квадратный метр, вот и все. А к концу игры появляются еще высшие вампиры. Они выглядят точно так же, только маленькие открытые участки кожи выдают их, они синюшные. Ну и еще их выдает нечеловеческая притесила и корявый голос. Но на острове мы встретим толпы орков и гоблинов, гробницы, вурдалаков и медлительную, но до дурения выносливый нежить и даже личий, фишку аркейнов. Я рад, что они не пошли по пути героев меча и магии, где лич обезличен, как шутили в свое время в журнале ЛКИ. Здесь аркейны решили быть верными себе. Лич встречается редко, но попотеть они заставят. Кстати, хочется похвалить искусственный интеллект врагов. Они не гнушаются уворачиваться от ударов и пинков, обступать тебя со всех сторон, закидывать с расстояния камнями, стрелами, заклинаниями. То есть делают то, что им в принципе положено делать и ведут себя правдоподобно, создавая сложности и положительно влияя на динамику. А динамика в темном миссии – это один из тех элементов, за которые он горячо любим игроками. Ведь игра почти ни на минуту не сбавляет темп. Да, встречаются мирные участки, но они, как правило, нужны для подготовки. Исследования важны, без дураков. Очень часто можно встретить немногочисленные, но оттого, наверное, еще более полезные доспехи, кольца, оружие. Там и тут, в лучших традициях Аркс Фаталис, мы будем находить тайники, которые помогут прожить еще дольше, снабдив нас постоянно нужными зелиями здоровья, ман и еще черти знает чего. Можно даже набрести на кузницу и нехитрыми, но интересными методами выковать себе отличную вещь, а то и не одну, хватил бы только материала. Нередко встречаются и записки, погружающие в атмосферу происходящего. Ну, пытающиеся. Тут это сделано довольно куца. Все потому, что все перечисленные элементы являлись частью более глобального, ролевого элемента игры-предшественницы. Даже просто ходя по городу, ты видишь, что тут реально живут. То есть, тут нет гигантомании, нет каких-то идиотских дизайнерских решений. Ты понимаешь, что город выстроен так, как и должен быть выстроен. Для людей, а не для эффекта вау. И тут так почти везде. Гробницы пафосные и мрачные. Замок Эриша, да, огромен, но это ритуальное сооружение. Пещеры, это пещеры. Орочи, да, май, это настоящий гетто из ракушка говна. Ходя по мирному городу в начале игры, ты твое дело приходишь к мысли. Жаль, что все же из этого сделали всего лишь отличный экшен, а не еще одну шедевральную РПГ. Но ты так думаешь только в мирные моменты. А в немирной, кое-как тут большинство, тебе просто не до этого. Бои тут сделаны потрясающе. Из-за классной физики движка каждое сражение превращается здесь в нечто. Нет, даже не так. Каждый бой тут превращается в сражение, кроме редких исключений. То есть вот на тебя прут враги. И не важно, маг ты или воин, ты будешь сражаться всеми доступными способами. Пунуть в костер не получилось. Наседает, выносливость кончается. Опа, а вот веревочка. А что она делает? А вот что, сверху падает огромный ящик или люстра и раздавливает часть врагов. Ты успеваешь отпрянуть, но и враги тоже клювом не щелкают. И аккуратно лавирует между огнем и стеллажами с бочками, которыми ты их тоже активно закидываешь при случае. Или вот погоня за вурдалаком в начале игры. Заскриптованный вдоль и поперек, но благодаря движку Source тут можно выделывать такие кульбиты, что от нее тоже ощущение как от чего-то нового. И так тут можно сказать почти про любое сражение. Вроде бы ты уже в это играл не раз, а вроде и бои почти не повторяются в своем исполнении. И касается это не только активного боя, подкрасться и наморозить пол так, чтобы все улетели в пропасть или в огонь, это целое искусство. И уровни специально выстроены так, чтобы вы могли наслаждаться такими вот приемами. А гробница местами будто бы специально была создана для того, чтобы дать вам поиздеваться над медлительной нежитью, которая так охотно поскальзывается и улетает в пропасть. Правда, она потом, как правило, встает и вновь приходит, но это уже отдельная тема. Но вернемся к искусственному интеллекту. Я не зря сказал, что хорош тут интеллект врагов. Потому что дружеский тут настолько туп, что аббревиатура ИИ здесь расцифровывается не как искусственный интеллект, а как интеллект идиота. Если не дай бог тебе по сюжету выдали кого-то защищать, все, туши свет, кидай гранату, это атас. Посложнее, чем пробираться через орду орков, потому что этот сказочный персонаж напролом прет и собирает своим дрещавым в плане количества здоровья тельцам все шишки. Отлично. Ты даже идиот выкрикнуть не успеваешь, как миссия уже провалена. И говоря «персонажа», я имею в виду, разумеется, Линну, которую нам и выдают с этой целью. Очередная девушка в беде. В том числе именно поэтому ее так и не любят и предпочитают есть Занну. Поэтому и еще потому, что Занна чаще оголяется и флиртует с игроком. Да, мужская система свой-чужой примитивна до безобразия. Кто сиськи покажет, тот и свой, а кто нет, ну, извините, не судьба, значит. Также можно немного пожаловаться на сам движок. То ли дело в разработчиках, то ли в технологиях того времени, то ли во всем сразу, но здесь не удалось создать атмосферу. Сворс, он какой-то квадратно-кнездовой, он будто бы стерильный. Он подходит для создания пустоши и каменных современных городов. Но вот для средневекового антуража он не подходит совершенно. Природа тут отвратительна. Благо, встречается она редко. Но там, где встречается, резко бросается в глаза. Ну и знаменитая физика иногда выкидывает неведомые фурцеля. Вот только посмотрите, во что превратилась сцена с добитием циклопа в начале игры. Бред какой-то. Но нет худа без добра. Не так давно один самоотверженный новах выпустил патч для игры. Текстуры в 4К. Если по какой-то неведомой мне причине у вас завалялся 4К-монитор, то теперь смело можете его использовать. Скажу сразу, вау-эффекта не будет. Как этот темпоральный труп не малю, все равно он технологически останется игрой 2000-бородатого года. Но все же выглядит очень даже солидно. Особенно на открытых пространствах, где, собственно, и выдает ту самую никчемность местной прорисовки природы и общего плана. Что поделать. Устанавливается вам без плясок с бубном, главное внимательно читать инструкцию. Есть два бага. Может сбиться интерфейс. В таком случае удалите тот файл, который за него отвечает. Интерфейс станет обычный, правда мелкий для формата 4К. Но играть можно и вполне даже комфортно. Также при загрузке некоторых уровней игра может вылетать. Тогда загрузите ее снова и в главном меню выключите текстуры 4К. То есть с Very High смените на хотя бы просто High. И еще я не могу не пройтись по саундтреку. Видимо, Аркей на тот момент еще не научились работать с ним как с таковым. Потому что Фаталис была без саундтрека вообще. Там был редкий амбиент. И он тут есть тоже. К нему претензий нет. А вот музыка, она запоминающаяся, но совершенно неподходящая событиям. К чему это нагнетаемая эпичность? Вот в Героях Меча и Магии, куда она потом впоследствии перекочевала, она смотрится уместно. Заметьте, перекочевали туда не все треки, а только самые удачные. Даже официальный саундтрек нарезан через пень-колоду. Треки резко обрываются. Короче, халтура, которая все же умудряется выжимать из себя все соки и не слишком даже портить игровой процесс. Я так часто ругаю игру, что может создаться впечатление, что она будто бы плохая. Нет, она замечательная, но опять же, до звания шедевра ей не хватает вот прям совсем чуть-чуть. И несмотря на это, она каким-то образом все же выдержала испытания временем. Это просто даже нонсенс какой-то для человека, который застал ее релиз. Я не скажу, что настолько проработанных игр вообще не выходит. Нет, бывают. Вот именно что бывают. Да и часто все эти прелестные элементы в них разрознены. Где-то хорошая боевка, где-то дизайн, а вот тут все и сразу. Если вы по какой-то причине еще не играли, не тратьте время на раздумья, играйте. Даже если посредственный игрок во все, кроме пассиансов, поставьте легкий уровень сложности и попробуйте. На нем, чтобы умереть, вам нужно будет очень постараться. Таких бодреньких побегушек с клинками и заклинаниями все-таки поискать еще надо. А уж для любителей магии тут вообще раздолье. Одна из лучших магических систем в играх вообще. Ну а че ж вы хотели? Наследие руны магии Аркса. Шедевр? Нет. Игры Relict? Определенно, да. Отличная игра, до сих пор крепко стоящая на ногах. Не стали бы для плохой и скучной игры делать патч спустя 14 лет. Все-таки это о чем-то да говорит. Вы еще здесь? Я для кого сейчас все это рассказывал? Ну-ка быстро взяли железяку в руки и вперед, за черепом теней. Одна нога здесь, другая там. Где там? В следующем проекте студии, конечно. В Dishonored. Но об этом в следующий раз. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok